Здравствуйте, уважаемые седоводы! Если вы живете южнее средней полосы или же выдался теплый ноябрь, то в этом случае можно подкормить сливу и вишню перед зимой. Если даже вы подкормили и через пару дней ударили морозы, то не огорчайтесь, весной все удобрения прекрасно усвоятся корнями, как только земля отойдет. Я чередую органические и минеральные удобрения. Обычно подкармливаю два раза – в начале осени и за полторы недели до морозов. Сначала минеральными удобрениями, а весной уже органическими. Итак, чем же подкормить перед зимой? Первый препарат – это калимагнезия. Вишня его очень уважает. По своим наблюдениям могу сказать, что и ягода получается крупнее, а дерево меньше болеет летом. Наиболее эффективно применение этого удобрения на легких песчаных и супесчаных почвах, испытывающих дефицит калия и магния. На суглинках и тяжелых глинистых грунтах эффект может достигаться при условии их достаточного увлажнения. А вот на черноземе калимагнезия не дает серьезных результатов в повышении урожайности. Итак, для подкормки разведите 4 столовые ложки удобрения в 10 литрах воды и полейте прикорневую зону. Закончим подкормку сливой и вишней в этом году суперфосфатом. Обычно я раскидываю 5 столовых ложек под деревом и перекапываю вилами землю. После этого тщательно поливаю. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok